Опасность свинцового завода определяют врачи и учёные. Десятки мальчишек и девчонок в очереди с раннего утра. Медики и учёные возьмут у пятилетних и шестилетних ребят анализы, а потом выяснят, повлияло ли на их здоровье свинцовый завод. Кровь, моча, частичка волос помогут выяснить, сколько тяжёлого металла содержится в организме детей. Именно свинец оказывает воздействие, не что-то другое, а именно выбросы оказывают воздействие на состояние здоровья населения, потому что ребёнок может находиться где угодно, кушать может что угодно. Малышей, проживающих в районе свинцового, в Шемкенте обследуют впервые. Бабушка Амина Кутакуджаева привела пятилетнюю внучку Лейлу на обследование. Говорит, что девочка у них часто болеет и подозревает, что во всём виноваты выбросы свинцового. С трёх месяцев она болеет. Постоянно несколько раз в реанимацию попадали с ней. Три раза попали в реанимацию. Ну вот, сейчас до сих пор то ангина, то пневмония, то бронхид у неё. В детском садике Балауса более 300 детей. Ежедневно с 10 утра до 12 часов дня воспитатели гуляют с детьми. В это время, говорят воспитатели, со свинцового завода идёт выброс вредных веществ. Дети начинают чихать, кашлять, много пьют воды. Потом проявляются такие заболевания, как аллергия, бронхиальные астмы и тому подобное. Затормаживается вообще у детей развитие и движение их. В прошлом году жители района Свинцова уже обследовали. Тогда на наличие свинца в организме проверили 200 шимкенцев. К крови половины из них обнаружен опасный тяжёлый металл. Сегодняшние анализы детей отправят в Караганду. Медики в специальных лабораториях выяснят, как повлиял свинцовый завод на здоровье 150 малышей. Свинцовый завод на здоровье.